Привет, друзья! Toyota Crown – одна из самых долгоиграющих моделей японского производителя, претендующей на звание премиального седана, но так и не сумевшей закрепиться на международном рынке. Сегодня же этот представительский автомобиль ограничивается азиатским рынком и выпускается на одном из китайских заводов. Модель также имеет свой знак отличия в виде собственной эмблемы и уникального дизайна, заднеприводную платформу и роскошный салон, что выделяет ее на фоне других моделей компании. Но судя по последним данным издания Best Car Web, это ненадолго. Уже в этом году Toyota представит новое поколение Crown, и оно будет очень сильно отличаться от того, что мы привыкли видеть. По данным авторитетного японского издания, новый Crown станет лифтбэком и во многом своими пропорциями и размерами будет напоминать Porsche Panamera, ведь седаны нынешнему потребителю уже не так интересны. Кроме того, новинка получит абсолютно новый фирменный дизайн в духе последних новинок компании, таких как Toyota BZ4X, ну и конечно же многих технических нововведений, но не все они могут вас порадовать. Впервые с 1955 года Toyota Crown переедет на переднеприводную платформу GAK, которая используется в Toyota Camry и Lexus ES, а также будет доступна версия с фирменной системой полного привода E4, которая принадлежит Nissan. С двигателями тоже произойдет перестановка. В базе новинка будет оснащаться двухлитровой турбочетверкой на 245 сил, а также будет доступен гибридный вариант с двух с половиной литровым ДВС и электромотором. Вряд ли новый Crown появится на международном рынке, но то, что модель после таких перестановок может восприниматься как что-то более дешевое и простое, такая вероятность есть. В любом случае, новинку покажут во второй половине 2022 года. Тогда мы сможем оценить все изменения, на которые пошла компания Toyota. Компания Mercedes семимильными шагами продолжает наступление на рынок электрокаров и пополняет свое портфолио новыми электромобилями. Все они плюс-минус имеют похожие характеристики и, к сожалению, пока не могут предложить рекордный запас хода, как тот же Lucid Air. Но, судя по последним заявкам, скоро этому придет конец. В начале года немцы показали незаурядный концепт EQXX, выделяющийся не только рекордным коэффициентом лобового сопротивления за всю историю автомобильной промышленности в 0.17, но и фантастической эффективностью. Немецким инженерам удалось добиться невероятных показателей в этом направлении. EQXX требуется всего 10 кВт в час, чтобы преодолеть 100 км пути, а реальный запас хода составляет 1000 км пути. Правда, чтобы добиться таких показателей, концепт пришлось посадить на жесткую диету и установить всего один электромотор на 201 силу. В любом случае, попытка хорошая. Так вот, к чему я это все? В Mercedes официально заявили, что EQXX в течение следующих нескольких лет трансформируется в абсолютно серийную модель, и все эти характеристики и технологии будут перенесены на гражданскую модель, которую можно будет купить. Трудно сейчас сказать, какую нишу может занять в обозримом будущем такая модель, но как по мне, это может стать неплохой альтернативой бензиновому Mercedes CLS, что вполне реально. Кроме того, в Mercedes в открытую заявляют, что многие технологии, представленные в концепте, найдут свое место в электрическом варианте C-класс, который активно разрабатывается инженерами компании, и уже в ближайшее время станут известны кое-какие характеристики будущей новинки. Так что ждем. Друзья, перед тем, как мы продолжим, я хотел бы вам напомнить о моем втором музыкальном канале, на котором я публикую свою авторскую музыку. Ссылка на него доступна в описании к видео. А также не стесняйтесь и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Toyota продолжает развивать тему заряженных хэтчбеков и пополнять свой модельный ряд с заряженными хот-хэтчами. Теперь пришло время Corolla и ее новой модификации с приставкой GR. Давайте познакомимся с моделью поближе. Внешний обвес автомобиля разрабатывался с оглядкой на ролейные гонки. На это прямо намекает огромное количество аэродинамических элементов. Вкупе с 18-дюймовыми дисками, обернутыми в спортивную резину Michelin Pilot Sport 4. Особый интерес вызывает новая трехствольная выпускная система, позволяющая лучше дышать хоть и маленькому, но могучему двигателю, который скрывается под массивным капотом с отверстиями. Интерьер новинки продолжает тематику ролейных гонок, так что здесь все по-спартански просто и лаконично. Трехспицевый спортивный руль, сиденья с развитой боковой поддержкой, красная строчка, алькантара и, конечно же, большая 12-дюймовая цифровая приборка, работающая в паре с 8-дюймовым сенсорным дисплеем. Но вся соль гоночной короллы не в салоне и не внешних атрибутах, а в силовой установке. Здесь используется 1,6-литровая турбо-тройка, хорошо зарекомендовавшая себя в GR Yaris, мощностью в 304 силы и 370 ньютон-метров момента, работающая в паре с шестиступенчатой механикой. Вся эта мощь передается на все четыре колеса. В компании не публикуют динамические характеристики, но они должны быть хороши, учитывая, что вес ход хэтча не очень большой и составляет 1474 килограмма за счет капота и передних дверей из алюминия. А сам хэтчбэк базируется на усиленной версии платформы TNG AC с передними стойками MacPherson и задней многорычажкой, так что аппарат серьезный. Продажи новинки стартуют в этом году, а собирать его будут на том же заводе, что когда-то собирали и Lexus LFA. Что ж друзья, а у меня на сегодня все, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые ролики, а также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи, пока!